Глава 9. Фростморн. На следующий день в лагере Артуса. Солгал своим людям и предал наемников, которые сражались за тебя. Да что с тобой происходит, Артус? Неужели жажда мести настолько затмила твой разум? Пойми меня, Мурадин. Если бы ты видел, во что Малганус превратил мое королевство. Темный Властелин предсказал твое появление. Здесь окончится твой путь, мальчик. Во льдах, на вершине мира. Здесь тебя ждет бесславная гибель. Плохо дело. Мы окружены. У нас еще есть шанс. Помоги мне добыть Фростморн. Если он и в самом деле так хорош, как ты рассказывал, мы сможем переломить ход боя. Не нравится мне все это, но я обещал идти с тобой до конца. Капитан, я должен оставить лагерь. Держите оборону до моего возвращения. И так, наша цель найти Фростморн. Что ж, это будет тяжко. Мне нужно будет воевать на два фронта. Мне нужно будет постоянно улучшать некоторые строения. Делать все возможное, чтобы выжить. И это будет, как я уже сказал, тяжко. Надеюсь, что мне хватит сил для того, чтобы противостоять всему. Что на нас, скажем так, насыпалось? Не нужно сланяться. Ладно. Бежали вперед. Отличный план. Разумеется. Первоочередно будем атаковать волков, я думаю. И прочую шваль мелкую. За честь и отвагу! Нам бы сюда, конечно, хилов. Очень как не помешало. Разумеется. Кольцо защиты Х3. На нас напали. Наш город осаждают правил. Не хватает золота. Вот отобьются они или не отобьются? Да будет так. По идее должно отбиться. По идее. На что же оно? Да, мило. Вон, посмотрим, что будет. Попутно. Надо вот отсюда будет парочку еще людей прислать сюда тоже. Не хватает золота. Хотя бы так. Идет добыча золота. Не очень быстрая, кстати говоря. В чем основная проблема. Исследование завершено. Меняем одного из рыцарей. И строим. Куча ребятишек. Не хватает золота. Нужно улучшать прочность строений. Обычно люди соображают быстрее. Где враг? Разумеется. Мы потихоньку продвигаться сразу всех. Отличный план. За честь и отвагу. Разумеется. Конечно. Волк ведет нас за поднюк. Большим количеством волков. Отличный план. Какие новости? Исследование завершено. Время молод. Идем. Куда стреляешь? Получай. Жду приказаний. За космодан. Так, талисман здоровья. Вот так-то лучше. Плюс 150. Какие новости? Получай. Где-то там убежал-то. Свет дает мне силу. Так. Источник магии. Окей. Это хорошо. Исследование завершено. Ману восстановили. Отлично. Так. Что у нас здесь? Я думаю, минимум двое из вас лишние. Ну, я пошел. Хорошо. Так, бегом добывать. Идем дальше. Свет дает мне силу. Можем тэпать сюда. Исследование завершено. Разумеется. И юнитов. Но пока вроде справляемся. Добили его так. Книга ловкости. Ну, тут... Собственно, прокачаем Артаса, я думаю. Какие новости? Свет дает мне силу. Дайте цель. У тебя, конечно, в первом ряду идти прям самое-но. А вы, где люди соображают быстрее. За честь и отвагу. Давайте осталось чуть-чуть. Отличный план. Насколько я помню, где-то там как раз он и находится. За честь и отвагу. Конечно. Чем вы занялись? Все как-то не очень хорошо. Исследование завершено. Что у нас здесь? Лучшаем еще сильнее. Невидимые цели, на всякий случай, прокачаем. Но я не помню, а... Работает для них. Не хватает золота. Исследование завершено. Не хватает дерева. Угу. Работы с деревом продолжаются. Значит, надо... Все-таки посылать работников. Не хватает золота. Как здесь ребята вроде справились, да? Обычно люди соображают быстрее. Так, давайте отхилим тебя. За честь и отвагу! Свет дает мне силу. Остальными как-нибудь, если что. Разумеется. Попозже. За честь и отвагу! Разумеется. Возвращайтесь назад, смертные. Здесь вы не найдете ничего, кроме собственной гибели. Не думая, что после всего пережитого что-то еще способно испугать нас. Думай, что хочешь, но вы не пройдете. Не, ну давай уже вот здесь всяких вот ваших вот АСК. Исследование завершено. Просто побьем вас, даю, все. Возвращайтесь. Пока еще не слишком поздно. Все еще пытаешься защитить свой меч? Нет. Пытаюсь защитить тебя от него. Где враг? Смотри, Мурадин. Вот оно, наше спасение. Погоди, парень. Здесь на постаменте надпись. Это предупреждение. Здесь говорится, тот, кто поднимет этот меч, познает на себе его силу. Подобно рассекающему плоть клинку, будет она терзать его душу. Я должен был догадаться. Этот меч проклят. Давай выбираться отсюда. Я с радостью приму на себя проклятие, если это поможет спасти мою родину. Оставь его, Артас. Забудь об этом и трубе отступления. Люди вернутся домой. К черту людей. Я буду мстить. И никто не встанет у меня на пути. Даже ты. Теперь я взываю к духам этого места. Я отдам вам все. И заплачу любую цену, если вы поможете мне спасти мой народ. Принц Артас! Где Мурадин? Мы больше не можем сдерживать их натиск! Мурадин мертв. Мужатис, капитан. Враг не сможет противостоять мощи Фростморна. Ну что ж, моя цель. Убить их всех. До того, как они смогут что-то сделать. Свет дает мне силу. Так, ладно. На самом деле, давайте мы слиним ненужные. Поднимем нужные. Что здесь есть еще? На 6 гоблинский телепорт. Точнее телескоп. Не нужно кланяться. И просто пойдем, короче, в Соляново! За честь и отвагу! В Соляново, конечно, не затащим, но... И свет дает мне силу. Давайте вот таким вот маленьким отрядом. За честь и отвагу! Отличный план. Немножко их попробуем похарасить. За честь и отвагу! Мурадина, конечно, очень жалко. Артас в этом плане. Разумеется. Мразотный малость, но... За честь и отвагу! Что ж поделать? За моего отца! Разумеется. Не так бы истокус. Это... Эй! Котики, почему меня атакуют? Найди, брат! По имя правосудия! Я не спорю. Фростморн, он реально очень крутой меч. Он реально очень жесткий. Мясника просто вырубаю. Не нужно плавиться. Свет дает мне силу. Конечно. Я служу свету. Так, нет, давайте отойдем. Силу. За честь и отвагу. Конечно. Отличный план. За моего отца. Разумеется. Отойдя, убьем всех нехороших фразей маленьких. Потом нападем на базу. Чего хочешь, зайка? Я служу свету. Чем я могу помочь? Че на женщину попадаешь? Слушай, ты толстый. Твоё имя правосудия. Здесь, если кого-то купить можно будет. Не нужно плавиться. Артус вообще по большому счету похит. Ваша светлость. Конечно, обратно было порядка 9. Ну, ладно. Твоё имя правосудия. Отличный план. Что сделано, то сделано. Так, Артус нападает. Девочку. Хиллера убираем. В принципе, они довольно быстро размотают всё это дело. Как я и сказал. Так, это минус одна база. Отличный план. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Жалкий глупец. Конечно. Разумеется. Где враг? Доми, лорд. Я служу свету. Тебе нужна моя помощь? В общем, оставляем их здесь всё разрушать. Так. Оу. Я чисто её послал. Конечно. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Слайм, короче, всё здесь разрушать. Сами попутно. Улучшаем молот. Улучшаем молот. Делаем больше рыцарей. Сделаю. Ваша светлость. Не хватает золота. Не хватает золота. Так. Здесь вроде всё нормально. Не хватает золота. Ну, всегда не хватает золота. Золота нам хватит, потому что его здесь много. Исследование завершено. И плюс можно делать ещё одну базу вот здесь вот. Так, золотой приз здесь в принципе тоже есть. Не хватает золота. Ну, я не думаю, что возникнут большие проблемы с этим, так сказать. Не хватает золота. Конечно, то, что у нас забирают ещё больше здесь риска, это не очень хорошо. За честь и отвагу. Так, у нас нет временных рамок. Поэтому мы можем довольно быстро всё это дело зачищать, смотреть, искать. За честь и отвагу. Отличный план. О, ледяной рыцарь. К бою готовься. Очень крутой чувак, кстати. В принципе, если мы его получим, я думаю, что можно даже будет что-то интересное сделать. Так, давайте тогда избавимся от ненужных юнитов, в принципе. Ну, не думаю, что нам пригодится в таких количествах эти ребята. Я вот не помню, можно ли войти обратно в этот портал, кстати говоря. Чтобы посмотреть, что с Мураддином вообще стало. Не хватает золота. Дайте цель. Сделаю. К сожалению, портал неуязвимый, но и... Исследование завершено. Плюс он. Такой есть. Ладно. Следование у нас завершено, всё круто. Здесь мы... Куда летим? Наши юниты пока не атакуют. Окей. Так, увеличиваем тогда урон. Нам в срочном... Плюс-минус порядке надо... Не хватает золота. Построить здесь ратушу, но для того, чтобы построить здесь ратушу, нам нужно много золота, и это, короче, очень большая проблема, на самом деле. Ну, да ладно. В принципе, нужен ли нам рыцарь, по большому счёту? Ну, нафиг он нам сдался. Ниндзи-минус то, что вот отсюда они смогут, в принципе, прийти, а так-то. Какая разница? За честь и отвагу! Разумеется. Исследование завершено. Так. Духи-целители, что-ка, довольно прикольная, кстати. Отличный план. Ну, так вот духов понаставить, и они будете похилить вашу армию. За честь и отвагу! Ладно. Давайте этой мини... Разумеется. Армией всё уничтожим. Они получат по заслугам. Конечно. Отличный план. Свет даёт мне силу. В тот момент, когда ты хотел ребят убить, а они бы таки зачистили полностью лагерь. Ладно. Конечно. Эй, китшель! За честь и отвагу! Разумеется. За честь и отвагу! Не нужно кланяться. Разумеется. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Конечно. Где-то вот здесь должна быть база. По логике вещей. Которая с центра нас будет атаковать. За честь и отвагу! Сейчас мы посмотрим, где она. Разумеется. О, тележки. Жалкий глупец. Жалкие тележки. За честь и отвагу! Отличный план. Конечно. Разумеется. Так. За честь и отвагу! Целебное зелье. Ну, и все, и с ним. Не дает мне силу. Они получат по заслугам. Салям, бы тележки. Но вы не вписываетесь. За честь и отвагу! Где враг? Конечно. Мирные тележки были уничтожены. Мы спасли галактику. За честь и отвагу! Отличный план. Конечно. Ладно, на самом деле, обидно, жалко тележки, конечно. За честь и отвагу! Понявится. Отличный план. Вдруг они бы на меня напали. Я бы тогда этого не смог пережить. Так. Свиток возвращения. Камень не сновидним. Дороже всех светящихся невидимых войск, находящихся в поле зне. Пока он нам не нужен. По той причине, что... Типа, нету никого рядом с нами, здесь нет эльфов. Когда будет эльфов, он будет нам дико необходим. Пока здесь нет эльфов, особого смысла в этом нет. Так, сколько урона у грифонов? Выполнил любовь, что прекрасно. У этих 28. На самом деле, я бы, конечно, заменил бы нас грифонами. А еще лучше взял бы и создал бы еще один. Отряд. Свет дает мне силу. Кто-нибудь ранен? Приступай. Да, мой друг. Оу. Кто сам Молганус? На нас напали. Я-то думал. За честь и свободу. Свет дает мне сил. Я сделаю это. Ты не нужно плавиться. Разуме рассказывайте. Свет дает мне сил. Интересно, успели ее отхилить? Да, успел. Я служу свету. Да будет так. Не нужно плавиться. Ваша светлость. По имя правосли. Отлично. Так, коняга, стой. Стой. Да стой. За честь и отвагу. Приказывайте. Все. Вот теперь этой армией мы двигаемся обратно. Вот теперь вы поплатитесь за то, что вы так что сделали. Чем могу помочь? Ваша воля. Ваша честь. По имя правосли. По идее, они здесь остановиться, да, не могли, потому что здесь все и так перекрыто. Исследование завершено. Ну, я пошел. Хорошо. Ваша светлость. Не нужно кланяться. По имя правосли. Приказывайте. Молганус, скорее всего, скоро возродится. Поэтому нам нужно максимально быстро уничтожить всех имитов, которых мы можем уничтожить. Я служу светлому. Ваша честь. По имя правосли. Ваша светлость. Приказывайте. Разумеется. Они получат по заслугам. Ваша светлость. Истина так. Пробуем, смотрим, что у нас получается. Потихоньку выносим их в базу. В целом все проходят более-менее нормально. Ну, благо рыцарям, потому что в основном за счет рыцарей они тащат. К сожалению, вертолет гномов, скорее всего, сейчас немножко умрет. Что поделать. За честь и отвагу. Конечно. Ваша светлость. Где бра? Я служу свету. На нас напали. За честь и отвагу. Да мы не нужно плазиться. Свет дает мне силу. К сожалению, вертолет скорее всего сейчас умрет. Или нет. Не знаю, как повезет на самом деле. Будет исполнен. По имя права. Я служу свету. Ваша светлость. Да. К сожалению, вертолет умер. Ваша честь, конечно. Свет дает мне силу. По имя права. Приказывайте. Ваша светлость. Атакуем. За честь и отвагу. Свет дает мне силу. Да, милов. Не нужно плазиться. Свет дает мне силу. Грифоны, благо, живые существа. Мы их можем. Разумеется. Ваша светлость. Килить. В отличии от многих других. Не нужно плазиться. За короля. За моего отца. За короля, за отца, за всех. Давайте. Я служу свету. Да будет так. Не нужно кланяться. Крепещите враги. Себе я действительно зал. Стараемся, чтобы все выжили. Где враг? Приказывайте. Смерть им. Не нужно кланяться. Свет дает мне силу. Но спросим мы, где же все же Молганус? Потому что на этой основной базе его не было. Во имя православие. А это проблема. Где враг? Отличный клан. Я сделаю это. Молганус. Не нужно кланяться. Итак. Единственная возможность победить Молгануса найти мистический рунический клинок, известный под названием Фростморн. Воспользоваться его силой ценой. Этому будет множество потерянных жизней, но только силы Фростморна позволят свершить правосудие. Уничтожить лагерь Молгануса. Молганус привел плеть Флодерон. Он заставил вас убить множество соплеменников и отправить войска на верную гибель. Теперь он должен заплатить за все свои злодеяния за каждую отнятую жизнь. Так ты все-таки решил заплатить за этот меч жизнями своих друзей? Как и предсказывал темный властелин. Ты сильнее, чем я думал. Не трать слов понапрасну, Молганус. Теперь я слышу только голос моего меча. Ты слышишь голос темного властелина? Он говорит с тобой через этот меч? Что он сказал тебе, юный принц? Что сказал тебе, повелитель тьмы? Он сказал, что пробил час отмщения. Что? Он не мог. Все кончено. После того, как месть свершилась, принц Артес побрел в одиночестве сквозь снежную пустыню Нортренда. Измученный таинственным шепотом Фростморна, отец утратил остатки разума. Теперь движимый темной волей мечи Артес планирует вернуться в родные земли Лордорона и потребовать свою награду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А, Сылен мой! Тебе больше не придется страдать ради своего народа. И нести бремя этой короны. И я позабочусь обо всем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всем удачи и...